Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 30 ноября, день Григория. Почитается память святителя Григория Чудотворца. Родился он в Неокесарии в семье язычника. Получив прекрасное образование, стал искать смысл жизни. Старался жить по заповедям Христа. Еще в юном возрасте его хотели оклеветать. Подговорили блудницу, которая стала требовать с него плату за грех, якобы им совершенный. Григорий кротко отдал ей деньги, после чего блудница упала на землю, пораженная бесом. Стала биться в припадке и призналась в обмане. Сегодняшний день еще называли днем Андрея Осеннего. Обычно к этому дню уже лежал снег. Ему радовались. Проводились народные гуляния, в которых принимали участие как дети, так и взрослые. Катались с горки на санках. При этом старались укатиться как можно дальше. И чем дальше укатишься, тем следующий год удачным будет. Парни кувыркались в снегу. Считалось, что благодаря этому зима задерживается, а урожай будет богатым. Приметы. Сегодня нужно подойти к колодцу и внимательно прислушаться к воде. Если она тихая, то и зима будет теплая и мягкая. Если же слышится шум, то будут снегопады и метели. Пасмурного погода на Григория, солнечных дней зимы будет мало. Темный лед на реке к хорошему урожаю. Если сегодня в снегу покатаешься весь следующий год, здоровым будешь. Какая погода сегодня, так она будет зимой. Если на этот день приходится новолуние, это к холодам. Если сегодня облачно с дна полудня, а после неба проясняется, зима будет солнечной и мягкой. Если сегодня приснился сон, он будет вещим. Опасались в этот день человека с дурным глазом. Если сегодня что-то будет связано с числом 3, это принесет удачу. Не меряйте чужие обручальные кольца. Это к несчастью. Настало время обеда. Достаем свою проросшую пшеницу. Видите сколько ее. И просто на просто горсточку берем. И вонапшичку. Все. Больше ничего не надо. Зерно перемешали. И до следующего раза. Легко, просто, удобно едим. Поздравлюемся. Кстати, у нас вот салатик остался. Сюда тоже мы добавляем зерно. Можно добавить в кашку, можно добавить в овощи. Получится очень полезно. Приятно. И здорово. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще, проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе. В парке. Очень хорошо сегодня петь. Потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно. То, что облагораживает, избежает с миром красоты и добра. И естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел. Чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Пятые лунные сутки. Сегодняшние лунные сутки облагораживают и возвышающие действуют на человека. Рекомендуется подумать о вечных ценностях, идеалах. И отвлечься от суетных дел. Физическую нагрузку сегодня дайте умеренную. Важно прогнать кровь организму. Прокачать лимфу. Энергетически сегодня активен желудок. Поэтому он переварит буквально все, что в него попадет. Но это не значит, что можно есть все подряд. Наоборот. Побалуйте себя изысканной, но естественной пищей. Голодать или делать пищевую разгрузку сегодня не рекомендуется. Раз активен желудок, дайте ему работу. Предпочтение отдавайте растительной пище. А вот интимные отношения сегодня не подходят. Воздержитесь от них. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok